Всем привет, с вами я, Чёрный Медведь, это канал BlackBirdFilm, мы начинаем. Он и Филм. 15 актёров в телефильме «Ано» 1990 года, где они сейчас. Впервые роман Стивана Кинга «Ано» был адаптирован Томми Ли Уоллисом в 1090 году в формате двухсерийного мини-сериала. Режиссёру действительно удалось снять страшный телефильм, да и с актёрским составом он не прогадал. Спустя 27 лет историю «Ано» взялся по-новому рассказать Андрес Мускетти. Пока новый фильм начинает бить рекорды в прокате, предлагаю узнать, как вложенстве Бафтёров, оригинальный фильм, экранизация. 15 место. Денис Кристофер, Эдди Казбрак. Денис Кристофер проснулся знаменитым после выхода комедии «Уходя в отрыв». В 1979 году тогда он получил премию «Бафта» в номинации «Самый многообещающий дебютант». Затем американский актёр снялся в таких успешных картинах, как «Уход в чёрное», «Падение», «Огненные колесницы». После телефильма «Ано» «Карьера» Кристофера не сбавляет оборотов. Так, в 2012 году актёр снялся в фильме «Джанго. Освобождённый». 14 место. Гарри Андерсон, Ричи Тозер. До 7 акванов Гарри Андерсон гастролировал с программой «Фокусника иллюзиониста» и несколько раз появлялся в популярных шоу. После ужастика он остался в киноиндустрии, начал писать сценарии и продюсировать проекты. А не так давно сыграл роль в фильме «Вопрос Веры» и сериале «Студия 30». 13 место. Тим Рид, Майк Хэнлон. Актёрская карьера Тима Рида началась в 1974 году с ситкома «Это моя мама». После «Ано» Тим остался на сцене, но в основном участвует в телешоу, среди которых такая Рэйвен, соседи по комнате «Область тьмы». 12 место. Аннет Отул, Беверли Маш. Свою карьеру Аннет начала в юном возрасте эпизодически и появлялась в разных шоу. В 1983 году она сыграла в возлюбленную Кларка Кента Лану Лэнг в фильме «Супермен 3». Всемирно известной сей принесла роль Марта Кент в телесериале «Тайны Смолвеля». В прошлом году Атул снялась в фильме «Женщины-убийцы». 11 место. Джонатан Брэндис, Билл Денбро. Джонатан впервые стал сниматься в рекламных роликах в возрасте 6 лет. Затем он получил первую роль в телевизионной мыльной опере «Жизнь одна». Спустя два года после роли Билла Денбро в экранизации романа ужасов Стивена Кинга ему досталась главная роль в фильме «Боковые удары», совместного с Чаком Норрисом. И в том же году в фильме «Божьи коровки», совместное с родни Дженферлдом. Несколько лет Брэндис занимался написанием сценариев к фильмам и пробовал режиссировать. В 2000-м актёра перестали звать в новые проекты. Джонатан погрузился в депрессию и в 2003 году умер после предпринятой им попытки самоубийства. 10 место. Брэндон Крейн, Бен Хэнском. В детстве. Брэндон Крейн, внук Фреда Крейна, известного роли в фильме «Унесённый ветром». После «Оно» Брэндон пополнил свою фильмографию телесериалами «Чуздесные годы», «Шаг за шагом». В 2005 году актёр женился и стал отцом. 9 место. Эмили Перкинс, Беверли Маш. Эмили дебютировала в кино в 1989 году, но после выхода на экраны «Оно», она тут же стала востребованной актрисой. Широкой публике актриса наиболее известна по роли Бриджит Фиджеральд в трилогии фильмов «Оборотень», а также по роли Бекки Розен для сериала «Сверхъестественные». 8 место. Челлен Симмонс, Лори Энн Винтербаркер. Челлен было всего 8 лет, когда её пригласили на Релл Лори Энн Винтербаркер. Став постарше, девушка сыграла в таких известных фильмах, как «Кэрри», «Подземная ловушка», «Полк назначения 3», «Удачи», «Чак», «Убойные каникулы». 7 место. Оливия Хасси, Одра Денбро. Актёрский дебют Хасси состоялся ещё в 1965 году. В 2016 она сыграла Джульетту в фильме итальянского режиссёра Франко Дзефирелли, за которую получила «Золотой глобус». В 2014 году Оливия приняла участие в снямках фильма «Социальное самоубийство», который переносит историю шекспировских Ромео и Джульетты в современный мир социальных сетей. 6 место. Джон Риттер, Бен Хэнскоп. Джон Риттер стал сниматься в различных сериалах с 1968 года, а дебютировал в кино в роли Роджера в фильме «The Berryfoot Executive». Всемирную славу он обрёл благодаря ролям в ситкомах «Трое – это компания» и «Восемь простых правил для друга моей дочери – подростка», а также по фильмам «Трудный ребёнок» и «Трудный ребёнок 2». В 2003 году на съёмках сериала «Восемь простых правил для друга моей дочери – подростка» Риттер упал в обморок и впал в кому. В тот же день актёр умер от расслоения аурты. 5 место. Шила Мур, Соня Казбрэк. До «Оно» Шила сняла в Jump Street 21 «Отражающая кожа», а после «Материнское правосудие» из ниоткуда «Тайны Смолвиля». Актриса скоро отметит своё 80-летие. 4 место. Ричард Мазур, Стэнли Уис. Дебютировал в 1974-м на телевидении. Прорывом для Мазур стала роль в фильме «Ганновер Стрит» в 1979-м году. В 1982-м году сыграл роль кинолога Кларка в фильме ужасов Джона Карпентера «Нечто». В фильме имел оглушительный успех, и актёр до сих пор приходит на фанатские встречи. После второстепенной роли в фильме «Оно» снимался в таких фильмах, как «Моя дочь», «Человек без лица», «Прощание», «С Парижем», «Перевёртыши». 3 место. Ричард Томас, Билл Дэнбро. Томас уже был довольно известным актёром, когда его утвердили на роль Билла Дэнбро. Сейчас в его копилке множество фильмов и сериалов, среди которых «Хорошая жена», «Полиция Чикаго», «Миллиарды», «Элементарно». Ричард был женат три раза, и у него шесть родителей. 2 место. Сет Грин. Ричи Тозер. В детстве. Актёрскую карьеру Сет Грин начал в 1983-м году. Одна из первых его ралли была в фильме «Отель Нью Хэмпшир». В 1987-м году он сыграл в фильме «Вуди Аллена» «Дни радио», а в 1990-м исполнил роль маленького Ричарда Тозера в телефильме «Оно». В 2005-м году Грин создал мультсериал «Робоцеп». 1 место. Тим Карри. Пеннивайз. «Оно». Самые известные работы Тима Карри. Роль доктора Фрэнкен Фертера в фильме «Шоу ужасов». Рокки, хоррор и Роль Пеннивайзе в экранизации произведения Стивена Кингану. Актёр также сыграл вспоминающиеся роли в таких фильмах, как «Один дома 2», «Потерянный в Нью-Йорке», «Тень», «Очень страшное кино 2». Карри ещё и сделал успешную карьеру в качестве рок-музыканта. В 2013-м году мужчина пережил тяжёлый инсульт и с тех пор вынужден передвигаться на инвалидной коляске. На этом было всё. Подписывайся на канал, ставь лайк, царапай комментарии, шумякни на колокольчик. Всем пока. С вами был Чо Я, Блэкберд Филм. Точнее, канал Блэкберд Филм и я, Чёрный Медведь. Всем пока. До новых встреч. Смотрите видео каждую пятницу с 12 до 12.45. А если видео наберёт больше просмотров и больше лайков и комментариев, то буду выпускать бонусные видео в один из дней. В общем, либо в вторник, либо в среду. Разберёмся. Всем пока.